привет как дела с вами нинель у меня все нормально завтра свекровь свекруха завтра прилетает и мы идем в ресторан джерри зарезервировал ресторан столик в ресторане и приезжает завтра брат его здесь в лос-анджелесе тоже живет у него днюха и вот мы будем отмечать а воскресенье мы идем в другой ресторан кажется французский там делают я лягушачьих лапы ела опять значит четвером отмечать день матери так что едет свекровь сегодня слегонца так дома брала потому что знаю что и вообще по барабану че там чисто не чисто обратить на внимание в принципе у нас чисто чё там сантехнику начистила вот цветочки наставила везде пирожок кисть пику с вишенкой наверное воскресенье хотя джи звонила говорила ой как же так воскресенье день матери надо чтобы не на и ничего не готовила ну а чего они вообще взяли что должен чуток отходить ну ладно думаю пирог спеку а там может на барбекю че че пожарит а может нет у нас такая холодина это вообще мрак то было там 36 34 градуса потом 26 и потом 16 и вот уже второй день холодиной дожди прям как в прошлом году я помню 9 мая я видео делала в сапогах было в кардигане в шарфике в платочке холодина такая была вот ночью еще у меня нового мамонька уедет в среду значит отметим вот такие пара праздники днюхи не знаю джи говорю надо что-то маме купить подарить он говорит я ничего не надо у нее все есть у них знаете как то вообще в их семье не принято особо вот это раздариваться открытку купил а подпишет открытку может цветы купит не знаю так то цветы мы купили 4 букета 3 хризантем и одни гвоздики один букет гвоздик но может он еще воскресенье и купит отдельные мне не знаю я то купила у нас нас покупали для украшения дома у нас тут пришла рекламка магазине с бурлянтами и золотом у нас бурди но и джи говорю давай поедем посмотрим что там вообще такие скидки бешеные ну и поехали значит заехали в понедельник очень приятный пара была приятным приятный семейный бизнес значит мужчина этот ювелир его жена вот этот ювелир сказал что у него дед представляете сто лет назад эмигрировал из севастополя но вообще по-русски не не бы не мы что-то мне там на визитке показал свою фамилию я бы не сказала что он там русская может какая не буду даже говорить какая потому что визитка вот есть на что не знаю какая какой национальности вообще так что начали смотрите у меня давно мечта была я очень хотела крестик с брюликами но здесь все такой выбор шикарный крестиков какие хотите ну и джи говорю но он не такой чем подобрала себе а еще думаю нашу я подобрала этой ну типа на пасху нашу что ли такая думала день матери я говорю а давай вот как бог дню матерь чуть-чуть к пасхе вроде как не дарит такие подарки да вот вообще не знаю дарят нет скажите ну и джи говорится вот у меня крестик прямо мечта у меня крестик вот такой с брюликами ну естественно белое золото и цепочка белое золото начали смотреть один я крестик посмотрела там всего что-то ничего брюликов было такой там больше золота просто золото а так как-то наверно два брюлика наверху и два вот так по краям что ли или 5 их всего было и и вот это золото а я выбрала другой час покажу в общем 1200 сто стоил этот крестик а со всеми их там скидками улетел из каёбочки обошелся в общем крестик с цепочкой нам обошь обошлось в 500 рублей ой в 500 долларов представляете сейчас я вам покажу цепочку мне еще подрезали еще 25 долларов от от чек или от этого вот потому что я хотела так прямо чтоб почти под горлышко было и здесь сколько 3 4 5 6 7 и здесь 11 как мне показать 11 брюликов вот видно не видно такой вот он такой аккуратненький нежненький крестик вот нужно будет поехать в нашу церковь окрестить его ну это цепочка вот такая такой длины такая тоже нежненькая такое плетение покажу офис этим блин с этой палкой селфи как дурак не знала где с ней пристроиться а вот одно место нашла за кроватью за своей сижу с вами разговариваю так что джейчик мне на день матери подарил он же меня в том году мамкой своей признал помните клубнику шоколаде принесут а в этом году уже настоящая мама не едет вот такой вот подарочек вот потом вчера мы ездили я опять же пришла нам реклама тайском массажном салоне гурджей поехали короче уговорил ему он хотел чтобы я одна поехала я гурне нифига поедем вдвоем и там есть кабинет где вдвоем можно на двух кроватях лежать сам никогда не был в таиланде тоже не было но я наслышана тайском массаже думаю ему будет полезно потому что такой стячий образ жизни человека в основном в офисе сидит дома сидит в машине сидит вот и вдвоем там значит было как если платишь кэш наличкой то по 45 долларов с человека а если через карту по 55 кажется еще и пакетики в конце конвертики положили мы когда вышли джей начал оплачивать конвертик по конфетке во по стаканочку водички и конвертики в солите иначе шуму туда положили эту как чаевые ну джей в два конверта положил у даже не посмотрела поскольку может по 5 долларов может по 10 опять же на это мало наверно по 10 а то и по 20 вот напишу потом вот так вот лените спрашивать сколько буду видео монтировать когда очень мне понравилось конечно там вот знаете на на стретчинг и вот это разрабатывают суставы тебе вообще потянули меня так классно походила она по мне в общем почти у нас одинаково с джемблой и он правда не хотел чтобы по нему ходили я сказала нет пусть ходят в общем когда оформляли там документы бумажку эту вот что мы хотим и и походила и коленями они работали и и голенью и вставали и ползали и руками и так меня тянули и так она тянула такие маленькие такие сильные не слушайте вообще и иначе три вида массажа была слабый этот медиум средний и сильный ходе мне такое сразу говорит ты хочешь сильно я говорю узнаешь я люблю жесткий чудовое слово не сказала массаж потому что слабый вот этот массаж это ничего мне кажется даже средний массаж это ничего уже массаж делать так делать ну вот мы делали сильные а джей все таки средний боится он видимо боли ой а я аж вообще но так лицо накрывает полотенцем глаза эту гребас и делала на это все спрашивала типа ты нормальная гурдова все нормально я люблю вообще мне узнаете нравится такая боль физическая вот такая боль мне нравится именно в массаже прямо я аж вообще тащусь потом такая легкость в теле в общем это мой подарок был джейна на джейн матери 8 вот так вот учу потихоньку английский с товарищем петровым вот такие мои новости у меня еще там есть некоторые видео выложу за эти дни потому что при маманьке не хочу делать никак никакие видео вот так вот как то так еще раз хочу всех поздравить с великим праздником с днем победы с очень волнительным с очень важным праздником для нашей страны для наших людей желаю мира во всем мире добра любви всего самого хорошего с вами была не ныль пока мои дорогие на новых встреч